Нет, я имею в виду, что волосы, здесь это не обязательно. Главное убор правильного. А, хорошо, понял. Да, Татьяна. Иди сниманием. Итак, ну вы обратили внимание, да, что оператор в прикрасной зоне. Я видела, вы работали оператором. Работает, конечно, в униформе, да, не в спецодежде. Поэтому, может быть, чуть-чуть будет жарко, но ничего страшного. Но сытно. Но сытно. Что мы с вами будем делать? Нам поставляет компания Вольф Бутербак, Германия, да, производство Германии. Отличную продукцию в виде полуфабрикатов, практически готовых. Операторам остается только с помощью печи Мэри Шеф запустить программу соответствующему изделию, которую нужно приготовить, и буквально через 10 минут получить готовую булку. Угу. Вот сейчас у нас с вами на выбор есть несколько вариантов изделий, которые вы самостоятельно будете декорировать. Потому что выпекли-то мы их отлично, здорово. У нас с вами румяная корочка, да, изделия выпечены. Но для того, чтобы нам хотелось его съесть, и это было очень вкусно, не хватает декорации, да. Выбирайте булку, которую будем с вами декорировать. Ну что ж, можно узнать, с чем они. Вот это, вижу, с орехами, да. Это пекан кленовый. С повидлом. Сладкая выпечка, сироп кленовый. Орешки американские, Татьяна нам подсказывает. Это рулетик с персифаном. На творожной основе. Укус пчелы. Медово-сворожная начинка. И гип-финк-шорги. Круассан с шоколадной начинкой. Вот, пожалуй, попробуем последнее, да. Отлично. Отдерваем перчатки и берем... Мы с вами находимся в зоне кафе. Прежде всего, необходимо, даже при использовании одноразовых перчаток, предварительно вымыть руки. Я прошу вас это сделать. Чтобы пошла вода, правый ножка задаем на педаль. Бумажные полотенца. Слева от вас. Урна справа, это с ногой педаль. Теперь одноразовые перчатки. Я работал в своей жизни в итальянском ресторане в Мюнхене. Причем там был бэл-бэл-бассу. Но хотя попробовал все эти процессы. Я там был на стажировке. Сельхоз. То есть, здесь идут. А почему? Вы не остались в серии ресторанов и бизнесов? Потому что я ушел в аграрную журналистику. Хотя, я сейчас подхожу к продуктовой тематике в плане СМИ. То есть, освещение именно продуктовой тематики. То есть, вот тренд. Я развиваюсь по тренду, который сам разотал. Исходя из того, что я вот жить в городе. И не могу уехать из города. То есть, что вы делаете, если по тренду, то вы? Аграрный журналист, который развивается по тренду. Распиаривание продуктов и продвижение на новые рынки. В том числе, особенно экологически чистая продукция. Поскольку сейчас про безопасность. И, кроме того, как вы знаете, новый закон. Вступает в силу, что работать. В 20-м году, может быть, только по специальности. Поэтому я вот не отхожу от ситуации мазки. Отлично. Так, теперь я беру вот этот вот. Итак, берете 1-2 щипцами, выпеченные изделия, гипфельшоги. Мы решили, мы решили вот этот вот. Шоколад. Круассан с шоколадом. Красивое название гипфельшоги. Гипфельшоги. Располагайте его на креме. Это по-немецки что-то значит, я забыл. Здесь такого точно нет. Это, кроме того, действительно, все компоненты натуральные. Своено-дрожжевое тесто, натуральная основа. Сливочное масло. Компоненты, которые входят в состав данных изделий. Все направленные. И производители, я вам уже сказала, компания Вольф Бутер Барс. Производители в Германии. Не суть ответственность за качество продукции. А вот за качество приготовления, декорирования, хранения и реализации шоколадных. Продолжение, правильные программы выпекания. Здесь уже непосредственно ответственность от Римании. И рост на хлебный зон, время от времени проверяет. Я разговариваю с камерой. С камерой, хорошо. Зрители, телезрители, потом посмотрите. Хорошо. Итак, что нам понадобится с вами для декорирования нашего красавиона? С шоколадной начинкой. Нам потребуется гель Кристаллиссима. Консистенция у него достаточно приятная, прозрачная. Мы с вами разговариваем. Да. Используем кисточку пластиковую, специальную, кондитерскую, силиконовую. Наносим небольшое количество геля на изделие. Сразу скажу, Василий, особое внимание уделяем краям изделия. Вот смотрите, язычок у нас вот так вот доходит. Так что же все смазываем в гель. Но без фанатизма. Для того, чтобы наша булка сначала приобрела красивый вид. Я прошу вас, это делать самостоятельно. Можно перед камерой так. Можете перед камерой. Значит, уделяем особое внимание к углам. Краям изделия, но смазать нужно хорошо, иначе у нас с вами будет неэстетичный вид, неэстетичный вид выглядеть. Главное, это не затягивать, иначе клиент не дождется его и этого. На самом деле, декорации изделия происходят за ранее. Вот уже секрет фирмы. Можно я вам немножко помогу? Вы еще? Можно делать это так. Булка кладешься непосредственно на ладошках, на с вами на разных перчатках. Достаточно быстро и промазываем. И не крошится она? Нет, она ничего не крошится. Все, прекрасно себя чувствует. А внизу мы и не смазка. Нет, не пупость. Вот. Как вам? Кушай, кушай. Опетитненько? Опетитненько. Я думаю, что теперь для своих зрителей еще раз съемки. Но это еще не все. Нам потребуются миндальные лепестки. Пожалуйста. Так, берем немножко, да? Чуть-чуть. Ага, вот столько хватит? Так, практически одним движением руки наносим вдоль. Как соль, сыпите? Вот так. Сужели, я не училась. Отлично, получилось. Очень красиво. Ну, 80%. Креатичное расположение лепестков на булке. Посмотрите, ее сразу хочется слеть. Хендмейт, а поселить все. Вот такая булка у нас с вами вышла. Покажите ее зрителям. Вот такой вот, видите, шокер. А ну, чтобы она не упала, честно. Она у нас не упадет? Что мы делаем с ней дальше? Мы ее должны упаковать в фирменный пакет Drive Cafe и разместить в витрине какого-то, может быть, в кондитостве. О, да. Пробуйте это сделать. То есть они сначала готовятся, а потом уже предлагаются клиентам? Конечно. Так, сделаем. Моментально и сразу при клиенте готовятся хот-доги. Делаем. Какая-то? Какая-то? Какая-то сэндвичи. Так, и сэндвичи. Все это попробуем делать. Ну, что вы походите? Пожалуйста, берем тарелку бумажную. Салфетку. Пожалуйста, салфетку. Вот там салфетку надо релать. И фигурки кладем на эту салфетку. Не очень хорошо, что это. Стервенный пакетик. А подогревается непосредственно перед тем, как клиент заказывает? Да. Смотрите, на желание сидят. Может холодный. Есть возможность взять с собой. А вы можете попробовать. Попробуйте. Попробуйте. Легко. Свойство, она не теряет в течение дня. Да. Какой? Я как вы работаете. Я спрашиваю. Как работа? Как работа? Как работа? Как работа, сельхозпродукция, сельхозпродукция, сельхозпродукция. А. Сколько хранится продукта? 100? А маркировка ставится? Обязательно. А где? Обязательно. Я уже как ревизора прошел. Обязательно. Стоят, сотрудники, программы. Сотрудники ведут ассоции, у прочих жителей гражданин, которые отмечают каждое выпеченное изделие, ставят процент по выпеченному изделию. Годна ли она вообще реализация? Время. Время выпечки. И по источению срока, если продукция не будет нахаза, соответственно, финансы сразу же выбирают все ее изделие. И никаким образом не попадают в западе. Газпром не пустит заботы, сжалов своих потребителей. Да. Конгресс, качество треванского срока в течение регулярной, гражданной карты, предотвления. Немецкая качество, немецкая технология. Добря, добря. Так. Все-все-все. И в трешоге у нас находится на старой крошке. У нас есть определенная бомограмма, в которой мы располагаем здесь кофемодуль. Почему? Потому что удобно. Кофе наливают люди самостоятельно. И берут, соответственно, расплачивают. Да. Расплачиваются на пасху. Да. Помогла. Так, мы сейчас подрекаем. Гипт трешоги находится вот здесь. Так, как я тоже позднее выключила была, давайте мы располагаем вот сюда. Примерно так. И в этом шкафу, соответственно, сохраняет свойства и на свету очень продукт, как говорится, лицом. Качество лицом. Все действительно, совершенно верно. Да. Самое большое, тут важное качество, что немецкий продукт, немецкое качество. И качество самой продукции, это очень... Газпром нефти заботится о желудках своих потребителей. Очень важная вещь. И предлагается клиенту, чем чаще. Замечательно. Чай, кофе в дорогу, выпечка свежая. Всего доброго. Очень.